Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы готовим том-ям. Это очень вкусный том-ям, потому что он приготовлен на щедрой сибирской земле. Давайте же будем смотреть рецепт. Дорогие зрители, за основу супа том-ям я взяла пасту том-ям, основа для приготовления супа. В этой пасте уже есть кокосовое молоко, рыбный соус, приправы, тамаринда, лимонграсс, галангал и другие, все, что потребуется для этого супа. Нам лишь только нужно добавить креветки, грибы, помидоры и зеленый лук. У меня замороженная домашняя зелень. Я не люблю зеленый лук. Я обязательно добавляю кокосовое молоко. Можно еще добавить дополнительно пасту том-ям, если вам не остро. Мне вот лично остро. Но чем у меня этот суп роскошен? 300 грамм шампиньонов и 700 грамм замороженных морепродуктов. Шампиньоны я порезала, а морепродукты я обдала кипятком от лишнего льда. За основу супа я взяла вкусный куриный бульон, сложила туда шампиньоны. И сейчас, когда у меня все это закипит, я добавлю мои морепродукты. То есть у меня суп будет густой. Шампиньоны, морепродукты. Затем я буду добавлять кокосовое молоко и приправу. Я не добавляю свежие помидоры. Вы добавьте, пожалуйста. У меня будет вот такая вкуснотища густая и очень-очень ароматная. Пока закипает бульон, я хочу вам показать, что вот на этом пакетике, я, кстати, заказала его через Озон. Это настолько удобно, особенно тем, у кого Озон рядом. У меня так вот он напротив. Я живу в первом доме, а Озон в четвертом. Да, совершенно рядышком. Так вот, на четыре порции. Я не люблю острые, поэтому, думаю, будет в самый раз. И когда я вот этот штрих-код пробила, там вышел состав ингредиентов. Я могу вам их написать в инфобоксе. Пожалуйста, почитайте. И ролик, как готовить суп. Вот они все ингредиенты. Это основа супа, кокосовое молоко, кальмары, креветки. Да, поэтому я и взяла микс. Здесь можно добавлять все, что угодно. Морепродукты. Кальмары, креветки, шампиньоны, помидоры, лук, чеснок, зелень, лайм. Лайм идет для украшения, поэтому не обязательно. У меня будет зелень, и то она подается уже при подаче. Я распечатала кокосовое молоко. Хочу обратить ваше внимание, здесь тоже написан рецепт. То есть, есть ингредиенты, как готовить этот суп. Я когда готовлю, он у меня вот так вот и выглядит. Бульон у меня концентрированный. Я взяла литр. Если мне понадобится, я разведу его. Добавляю морепродукты. Видите, грибочки кипят. Так, сейчас мы поварим морепродукты. Они тоже жидкость дают. И вы знаете, я уже готовила несколько раз вкус именно вот рыбного такого супа обалденного. Этот суп я начала готовить не так давно. И пробовала уже в нескольких местах, но мой вкуснее. Почему? Потому что много ингредиентов. Может быть, так и не положено по-тайски, но я люблю так. И я ем без риса, без лапши. Его можно подавать и к рису, и к лапше. Но я люблю и шампиньоны, и морепродукты. Я просто их обожаю. И этот суп для меня. Еще немного расскажу, пока закипает бульончик. Вот здесь у меня, по сути, помидоры и красный перец. Вообще, пасту том-ям можно самим готовить. Но можно и заказать на озон еще дополнительно. Я добавляла в свой том-ям вот такую домашнюю пасту. У меня здесь помидоры и перец. Но в основном, конечно же, острый перец. Кто любит острое, кто любит красивое, такое насыщенно-красное. Но я сейчас посмотрю. Если насыщенности вот от этого не будет, то я добавлю вот эту свою пасту. Потому что я всегда готовила со своей пастой и с кокосовым молоком. А бульон именно вкус такой, знаете, вот рыбный, но прелесть. Домашний, конечно, вкуснее. Бульончик закипает, и я добавляю кокосовое молоко. Перемешиваю все. И вот что интересно, вот этого литра бульона достаточно. Я воду не добавляла. Все, сейчас у меня это начнет слегка кипеть. И я добавлю пасту, основу для супа. Ну и добавляем пасту. Варится этот суп очень быстро. Очень вкусно я попробовала, но хочу еще добавить и своей. Вот этой пасты очень острой. Потому что когда красивый, насыщенный цвет, это, конечно, классно. Вот, но литр бульона не больше. Все, сейчас мы будем есть эту вкусную прелесть. Дорогие зрители, посмотрите, какой красивый суп я приготовила. Мне даже не хочется его переливать в супницу. Так замечательно смотрится вот в этой кастрюльке. Ну а я сейчас буду его пробовать. Я на диете, поэтому ем без риса. Ну, знаете, отпад, конечно. Здесь достаточно молока кокосового. Я просто где не пробовала. Я, к сожалению, не была в Таиланде. Но видела, как там подают. Там нет, конечно, такого вот изобилия. Там рис. Рис. Рядом в мисочке рис. Но у меня без риса. Это красотища такая. Помидоры мне здесь не нужны. Резанные. Я хочу вот именно вот этих грибов и морепродуктов. Готовьте с нами. Готовьте как мы. Готовьте лучше нас. Пока-пока.